Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наконец-то в Забайкале пришло тепло и, можно сказать, началось фактически лето. Но это, бесспорно, положительно повлияет на все растения, и не только, кстати, культурные и дикорастущие. Ну, а нам с вами остается только радоваться данному обстоятельству и продолжать активно работать на наших участках. Я надеюсь, уважаемые телезрители, в саду вы уже провели обработку, как я советовал. То есть защитили яблоню, сливу, вишню войлочную, черную и красную смородину от вредителей. Если этого не сделали, то данную операцию в субботу и воскресенье нужно сделать обязательно. Иначе вы часть урожая, причем достаточно значительную, потеряете в этом сезоне. Ну, а сегодня мы побольше поговорим о наших огородных делах. В частности, наступило самое оптимальное время для посадки так называемых рассадных теплолюбивых культур. Это тыква, кабачок, арбуз и дыня. Почему наступило это время? Потому что ночами стало значительно теплее, свыше 10 градусов. Ну, я предлагаю традиционно выращивать тыкву не горизонтальным способом, а вертикально. Для этого подойдут не все сорта. При горизонтальной посадке тыква занимает огромную площадь. Ну, в принципе, на участке достаточно и одного растения тыква. А при вертикальной нужно просто иметь специальные сорта. В частности, сорт золотая груша, либо это декоративная тыква, которая затем используется для оформления вашей квартиры. Подбираете солнечное место, желательно возле какого-то помещения. Это может быть у вас даже предбанник, значит, ваш домик. В данном случае душ. И один квадратный метр примерно площади все равно нужен. И это должно быть, повторяю, место солнечное. Вносим пол ведра перегноя и высаживаем из горшка вот эту тыкву. Посмотрите. Идеальная рассада. Значит, корневая система вся целая. И после высадки мы обязательно поливаем. Напоминаю, что это шпалерный способ выращивания тыквы. Поэтому заранее вы можете сделать шпалеры или, в принципе, вы можете сделать их позже. Так что тыкву все-таки нужно выращивать на участке. Тем более, она очень полезна для работы желудочно-кишечного тракта человека. Ну, еще одна теплолюбивая культура, которую нам предстоит высадить, это кабачок. Сколько растений кабачка нужно иметь на участке? Ну, я думаю, для средней по составу семьи вполне достаточно и двух растений. Традиционно в последние годы мы выращиваем с вами кабачки кустовой формы, то есть те, которые не занимают большой площади и растут в виде куста. Это могут быть и сорта, а могут быть и гибриды. Если вы хотите, чтобы кабачок у вас хорошо хранился, одно из двух растений или одно из трех растений, это должен быть сорт цукини, то есть разновидность кабачка. Ну, в данном случае у нас здесь два сорта. Гибрид сальватор F1, сорт лимонадный джо и цукини негритенок. Площадь питания примерно по квадратному метру. Ну, здесь у меня получилась своеобразная такая грядка. Здесь был раньше навоз, но я использовал, оставил борта. И желательно, конечно, тоже, чтобы плодородная земля была, но поэтому по пол ведра перегноя все-таки нужно добавлять. Культура быстро растущая, как и тыква, и формирует прекрасный урожай. И кабачок, значит, все-таки, на мой взгляд, надо выращивать рассадным способом, потому что если вы сеете семенами, примерно на 10, иногда на 15 дней вы урожай собираете позже, чем если бы вы посадили кабачок рассадой. Наконец пришло время высадить арбуз и дыню. Но вот я испытывал много вариантов выращивания, значит, арбуза особенно, и изучал опыт других наших известных садоводов-любителей. Все-таки выращивание арбуза на навозной гряде, пожалуй, для условий Забайкаль, это самый лучший вариант. Потому что арбуз очень сильно реагирует на пониженные ночные температуры, а когда навоз нагреется, ночью он дает тепло. И вот посмотрите, вот здесь высажено, здесь 10 дней назад арбуз, он уже прижился, начал плетье потихоньку давать. А вот это арбуз я высадил буквально 2 дня назад. Ну, традиционно выращивают в таких стаканчиках, более объемных, 250 миллилитров. Это дыня, это арбуз. Здесь 8 сортов и гибридов арбуза, включая желтый, мякотью есть, и 5 сортов дыни. Конечно, это должно быть солнечное место на вашем участке, и площадь питания рекомендуется одно растение на квадратный метр. Но здесь у меня загущено. Почему? Потому что по два растения идет, как бы два ряда. Вот обратите внимание. Затем плети, они будут скатываться с левой стороны, с правой стороны от парника на землю. Поэтому конкурировать растение между собой никак не будет. И, конечно, на ночь нужно закрывать нетканым и клювным материалом. Ну, по крайней мере, пока вот растение позволяет это сделать. После того, как мы высадили рассадные овощные культуры, хочу напомнить, что мы с вами можем посеять еще и некоторые овощи. В частности, на мой взгляд, в Забайкале эффективно выращивание огурца на гряде. То есть, вот обычная гряда, лучше не земляная, а сделанная вот с деревянными бортами. Здесь жердь, нетканный укромной материал плотностью 30-40 граммов. И самое главное, вот при выращивании огурца, значит, на гряде, это должны быть скороспелые или раннеспелые, так называемые, короткоплодные гибриды. Мы традиционно их используем для засолки. Вот выращиваем в канавках, уже при посеве 28 мая появляются у нас сходы огурца. Здесь очень много гибридов, например, ежик, артист и так далее. Даже есть астерикс, его будем не доращивать. Урожай начинаем собирать традиционно с 10 августа. Если август будет в этом году такой же жаркий, как в прошлом, то просто небывалый урожай, конечно, огурца. И еще одно преимущество есть, то, что в конце августа можем надкинуть нетканный укромной материал на ботву буквально огурца и последний урожай собирать 15 сентября. Согласитесь, на парнике в это время уже огурца нет. Тепличный огурец, он имеет совершенно другой вкус. И у вас будет огромное желание покушать свежий огурец, настоящий такой земляной или грунтовый, как мы его называем, в сентябре. Так что данный метод выращивания достаточно эффективен. На прошлой неделе, уважаемые учиводы, мы с вами посеяли кальраби, а есть еще культура, которую можно посеять семенами. Это так называемые столовые корнеплоды. Репа, которая относительно более сладкая, и до появления картофеля на Руси это был основной овощ на наших огородах. И редька. Ну, о репе я могу сказать, что репа Петровская, ну, давно известна, десятилетия уже выращивается, но благодаря достижениям современной селекции появились и новые. Вот репа Гейша белая, значит, репа Миланская вот с таким красивым оттенком. И можно посеять и разные сорта, хотя бы по репу или по два, и проверить на вкус. Что касается редьки, то мы с вами традиционно раньше выращивали только белую круглую и черную круглую зимней, а сейчас огромное количество сортов. В частности, я уже показывал в прошлом сезоне редька цилиндра, это черная удлиненной формы, и кто-то, может быть, любит и редьку маргелландскую. Поэтому разнообразие сортов огромное, семена есть в продаже. Просто нужно посеять. Проливая тигриду, кстати, она не должна быть очень плодородная, потому что корнеплоды не любят, значит, слишком навоженную или слишком плодородную землю, они будут жировать, то есть расти будут листья. Это, в общем-то, калилюбивая культура, поэтому средняя по плодородию, значит, почва должна быть. Проливаем ее и пальцевым методом, так же, как и редис, сеем. Расстояние между рядами должно быть примерно 25 сантиметров. Вот так. А в рядку достаточно 20 сантиметров. Поэтому, если вы сеете очень густо, то эффекта, значит, не будет корнеплода, у вас будут мелкие. Но поскольку семена, в частности, особенно у репы, исключительно мелкие, можно в одно место бросать по два семени, но вдруг одно не зайдет. Чтобы ваши растения давали богатый урожай, используйте Интермак, минеральное удобрение с микроэлементами. Они снимают стресс, повышают иммунитет и улучшают качество урожая. Теперь профессиональные удобрения доступны всем дачникам. Магические удобрения для любых растений. Садовые центры Садем. Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Сеть магазинов «Хозяин» предлагает теплицы, поликарбонат, поливочные шланги, насосы, инструменты для сада и огорода. Сеть магазинов «Хозяин». Открой свой удачный сезон. Переведите пенсию на счет в Байкалбанке и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Подробности в офисах банка и по телефону 297-200. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Начались сходы у картофеля, у нашей любимой культуры. И я хочу вам показать результат эксперимента. Это клубни были пророщенные, знаменитый немецкий сорт адрета. Самый вкусный в России, возможно, в Европе и даже в мире. Посмотрите, отдельные кусты уже достигают высоты 15 сантиметров. Я провел прополку сорняков и сажал здесь с водой, с перегноем и золой. То есть по той технологии, которую я вам показывал. Итак, сорт адрета с проращиванием семенных клубней. А вот так выглядит этот же сорт, но при посадке не пророщенным семенным материалом. И тут и там срок посадки одинаковый. И сажал под мотоблок «Викинг». Как видите, сходы только появляются. Высота растений в среднем, ну, несколько сантиметров. То есть значительно отстают. Очень важно у нас в Забайкале получить раньше сходы картофеля, чтобы до осенних заморозков, значит, налив вегационный период удлинился. Период формирования урожая также будет. Соответственно, высший урожай второго хлеба. Ну, что сейчас сделать? Если у вас между рядами есть сорняки, то берете тяпку, значит, и пропалываете. Ну, и также между кустами. Как видите, посажено аккуратно через 25 сантиметров. Если сорняков нет, то данную операцию можно не делать. Подождем до окучивания. При окучивании одновременно мы уничтожим сорняки. Ну, а чем пропалывать? То, конечно, должна быть тяпка с узкой рабочей поверхностью. Значит, есть заводского производства. Но вот это кустарного домашнего производства сделано в селе Вечера, значит, из домашней косы. Как говорят в народе, легкая и очень бриткая. Ну, приятно ей работать. Никаких особо усилий вы не прилагаете. Что же касается полива картофеля, то нужно подождать, пока кусты достигнут высоты примерно 15 сантиметров. И тогда мы будем его поливать. В настоящее время мы сажали с вами поскольку с водой. Достаточно влаги для начального роста и развития картофеля. И в самом маточном клубе также содержится доступная для растения влага. А сейчас, уважаемые телезрители, хочу познакомить вас с очередными новинками сезона. В основном это препараты и новые сорта. Вот препарат Терадокс, аналог Провотокса и землина. Действующее вещество тоже самое. Диазенон для борьбы с луковой мухой и капустной мухой. Так что, если вы обработку будете проводить второй раз, можете применять и этот препарат. Терадокс. Значит, сейчас мы с вами, кто-то еще не обработал сады. И помимо искры, о которой я говорил в прошлой программе, новый препарат Героль. Для борьбы с вредителями, в частности, наяблами. Героль. Ну и кому-то досаждает на участках муравьи, хотя я их считаю полезными насекомыми. Но если действительно это так, то есть специальный препарат, новинка сезона, антимуравей. Ну, по-карактеристике, через два дня муравьи исчезнут. Просто нужно найти жилище, где они, или норки, так называемые, и применить данный препарат, антимуравей. Ну и мы с вами сеем репу и редька. Три новых сорта редьки. Круглая черная редька целительница. Ну, похожая внешне на круглую зимнюю, но, наверное, это все-таки другой сорт. Целительница. Интересный сорт для летнего потребления, то есть та для хранения целительница. Редька одесская номер пять, одесская пять, для летнего потребления. И, наконец, из Германии мюнхенское пиво. Необычная форма корнеплода, белая редька, удлиненная. Ну, похожая немножко на брюку или на турнепс даже. Вот. Мюнхенское пиво. Ну, традиционно все эти новинки сезона вы можете привезти в нашего партнера программы в магазинах Садым. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, вашему вниманию хочу предоставить интервью с известным агрономом Соктябриной Ганечкиной, которая специально приезжала по приглашению Садым. У нас в Лануде проводила мастер-классы. Я думаю, вам будет небезинтересно узнать ее мнение о наших участках. Повторяю, это не только известный ученый, но и активный пропагандист знаний, по крайней мере, для центральной полосы России. Итак, смотрите интервью с Октябриной Ганечкиной. Прежде всего, Октябрина, хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали на нашу землю. Ваши впечатления, хотя я знаю, вы не много участков посетили, вот чисто как профессионал-агронома, по набору культуры и по технологиям, которые мы применяем здесь, в Забайкале. Да. Вот, Анатолий, вы сказали несколько участков, но я хочу на вашем участке остановиться. Ну, можете хотя бы. Первый участок посетила я ваш. И действительно, вы знаете, когда я приехала в гостиницу, я обдумывала, насколько большой труд вы провели на своем участке. Действительно, участок большой, и вы знаете, столько культур, и так все обработали вы, и столько работы, и столько земли перевернули, можно сказать. Поработать, да, пришлось. Да, вы знаете, я просто, когда смотришь на такого человека, вот когда я встретилась с вами, ну, агроном, ученый, там все, а когда я посмотрела, какую вы работу провели на своем участке, то у меня такое впечатление, что у меня уже в тысячу раз к вам большое уважение такое стало. Я вообще уважаю людей, которые работают, особенно с землей. И люди, которые работают с землей, это люди душевные, это люди добрые, это люди, которые хотят, ну, действительно, сделать людям добро. И мир красивый. Да, и мир красивый, и вы сами красивые. Я очень часто езжу в Москву, и ваши книги вижу там, и вот, наконец, впервые мы встретились. И когда вы зашли на наш участок, от вас тоже такая энергетика, я подумал, ну, это наш человек. Да. Наш человек. Ну, я хочу сказать, что участок, который вы посетили, это как бы агромандшафтный, а у нас еще есть так маленькие, интенсивные, там и набор культур, но тем не менее, значит, ну, вы видели, что мы работаем. Ой, не то, что работаете. Это жесткие условия зимовки. А я хочу сказать, Анатолий, вкалывайте вы, а не работайте. Вот правильно. Ну, в таких себе жестких условиях. Да, да, условия у вас действительно сложные, и я даже не ожидала, что я вот увижу такие грядки, такой чеснок, такой лук у вас. А виноград, который вы видели, подубинка, Петра Антонова. Да. Не пара в теплице, но виноград. А какие цветы, я даже в Москве не видела столь разнообразия цветов, арбузы, вообще, каких только культур у вас нет. И говорите, что у вас условия плохие. Значит, человеческий фактор решает все, да? Погласен с вами. Как говорится, в пустыне можно вырасти. Я надеюсь, что-то полезное может быть вы для себя. Да, я взяла. Взяла. И мы с вами, надеюсь, будем дальше сотрудничать. Значит, мы оба популяризируем экономические знания. И я тоже читаю ваши труды. И хочу пожелать, чтобы вы такой мощный заряд получили от общения с нашими садоводами, а вообще с нашими жителями. Прекрасный мастер-класс провели. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Раду поделиться определенным семенным материалом. У нас тоже тут кое-что интересное есть. Мы завозим из Китая. Китайская граница у нас рядом. Так что, благополучия, удачи. Книгу, которую я собираюсь писать, я обязательно вам подпишу. Анатолий, вас очень уважают здешние огородники, садоводы. Когда я про вас сказала, что я была на вашем участке, вы знаете, у них у всех улыбка. И я поняла, что они вас очень уважают. И спасибо вам, что им, хотя вы даете какие-то советы, и они этим пользуются и получают хорошее урожай. И вот в знак благодарности от меня, от наших огородников всех, я хочу вам подарить свою новую энциклопедию садовода. Вот она у меня как бы последняя такая написанная. Я думаю, что-нибудь, может быть, прочитаете, и, ну, тоже, может быть, найдете что-то для себя полезное. Потому что, вы знаете, каждый агроном, у него свое, у меня свое. Много агрономов и много разных советов. И если все взять вместе, я думаю, что у нас получатся хорошие советы для блага наших огородников. Ну, спасибо, это подарок для меня очень дорог будет. Спасибо. Я его, наверное, следующим поколением буду передавать. Ну, а мы здесь традиционно, поскольку находимся за Байкалом, хотим пожелать вам, и лично я, особенно, сибирского здоровья. Спасибо. А вам всех успехов, всех благ. И больше солнца, и больше тепла, и очень побольше дождей. Чтобы в вашем регионе было много дождей. Итак, уважаемые телезрители, советую в эту субботу-воскресенье высадить рассаду абсолютно всех культур, включая и цветочные. Желаю удачной посадки и получить удовольствие от этой работы на вашем участке. Всего доброго. Лучший помощник в борьбе с грязью – мойка Бош. Моем быстро и без устали. Стены дома, дорожки, машины. Купи свой Бош. Забудь про грязь. Все для красоты и отдыха на вашей даче. Садем. Забота о процветании. Широкий выбор средств защиты от вредителей. Садем. Забота о процветании. Инновационный препарат БиЭм устранит все запахи и отходы. Спрашивайте в магазинах города. Препарат Биогумус БиЭм для активного роста. Спрашивайте в магазинах города. Сеть магазинов «Хозяин» предлагает теплицы, поликарбонат, поливочные шланги, насосы, инструменты для сада и огорода. Сеть магазинов «Хозяин». Открой свой удачный сезон. Переведите пенсию на счет в Байкалбанке и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Подробности в офисах банка и по телефону 297-200. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Редактор субтитров А.Семкин